Шломеряне, привет народ, с вами снова Женя из Израиля, и сегодня я заканчиваю свою вторую неделю, начинаю третью, после повторной бариатрической операции. Значит, все, что я скажу в этом видео, во всех остальных видео на тему бариатрических операций, я хотел бы вам пояснить, что это все только по моему опыту, и не надо принимать мои слова как некий план к действию, я просто рассказываю, что есть у меня, и если вам что-то из этого будет интересно, вы можете тоже воспользоваться, нет никаких проблем. Значит, я придется мне читать по бумажке, потому что я очень это делать не люблю, но, понимаете, я могу забыть, а тут то, что мне дали после операции, то, что мне дал мой врач, диетолог и хирург, что нужно следовать, как нужно себя вести, что нужно и кушать. Значит, самое главное, тут все, тут нет такого, как бы что-то важное, что-то не важно. Значит, ну, с самого начала, значит, еда с двух недель до месяца, она уже интересная, и это очень интересный период. Чем он интересен? Он интересен в том, что мы начинаем с вами пробовать нормальную пищу. Значит, до месяца, в любом случае, неважно, какую операцию вы делали, мы сырые овощи и фрукты не кушаем вообще. Вообще. Из овощей можно кушать только вареные, из супчика, но я сейчас про это буду рассказывать. Значит, для начала, что мы можем кушать? До месяца, да, мы можем кушать яйцо, или же такую яичницу, очень слабенькую, чтобы было еле как прижарено. Мусс или консервы из тунца, обычно мусс, потому что консервы еще немножко трудно, но каждый проверяет по себе. Йогурт, вот, к примеру, в Израиле есть йогурт вот такой вот, где на вот этот вот, на маленький тюбик, да, скажем так, 16.75 грамм белка. Дальше. Мы можем начинать кушать пире, легенькое такое. Мы можем кушать на пару котлетки. Мясо, но еще раз, не баранина, да, а курица, индейка, индюшка. Супы, можно делать супы, которые перемеленные сильно, то бишь, берем суп, закидываем в блендер, перемеливаем сильно, там, с той же самой курицей, с картошечкой, с кабачком, и кушаем. Теперь количество еды. Количество еды, и, как вы знаете, я сделал 8 лет тому назад слив, шунтировал, резекцию желудка, и вот буквально вот завтра третья неделя пойдет, точнее, конец третьей недели, да. Как я прошел шунтирование. Для тех, кто не помнит или не знает, я хочу сказать, что я похудел с примерно 170 килограмм после первой операции на стал 92. Вот, у меня пошли проблемы, и я сейчас сделал повторную гуляторическую операцию, шунтирование. Значит, зашел я с весом примерно, после операции был вес 122,5. Сегодняшний день у меня 111,5. Ну, надеюсь, что утром будет уже 110. Да, даже если нет, максимум послезавтра я это добью, это не проблема. Теперь, что нам нужно делать? Значит, когда вы берете себе еду, собираете, да, или кушаете, надо запомнить, что мы вначале, первым делом, кушаем белок из еды, то, что есть. После белка мы кушаем овощи, грубо говоря, если какие-то там у нас есть вареные, к примеру, и только потом мы кушаем углевод какой-нибудь, к примеру, кротошку, да. Ну, к примеру, берете суп, естественно, что это жидкость, берете оттуда кулачку, потом кабачок, и если остается место для углеводов, для картошечки, к примеру, только тогда мы ее кушаем. Значит, о, по поводу питья. Нужно отделять и еду, и воду, и жидкость. Что говорят израильские диетологи? Мы должны пить полчаса до еды и полчаса после. Я знаю, что большинство из нас этого не придерживается, паузы гораздо меньше, но хотя бы после еды, во время еды и понятно, что мы не будем пить, потому что вот эту банку, в ней 250 грамм я не заканчиваю. Я примерно из нее кушаю где-то, ну, кушаю, пью где-то треть, к примеру. Дальше, по поводу питья. Нам нужно умудряться в день выпить 2-2,5 литра воды. Как этого добиться? Еще раз, все пойму, все по моему опыту. Вот вы приняли пищу, закончили еду, да, все супер, все класс, ждете примерно полчасика, и потом берете стаканчик воды или чая. У меня, допустим, на данный момент чай, немножко болит горло, я сегодня гулял, у нас прохладно, вчера был на море, там был шторм. Видите, какой я беру глоточек, повторю еще раз. Вот так вот. Раз примерно 5 минут, ну, как вы берете, у меня бутылка есть, к примеру, да, вот бутылка, и я с нее тоже пью, когда я куда-то выхожу, постоянно. Я не ем, я пью по чуть-чуть. Для чего это важно? Когда вы после бариатрической операции и кушаете, грубо говоря, один белок, да, это считайте, как вот у спортсменов, что-то очень похожее на сушку кето-диета, или кето-диета, многие называют это по-разному. И у вас вырабатываются кетоны. И кетоны, они не очень полезны для нашего организма, нужно их выводить. Нужно, как их можно вывести, самый простой способ, это пить и писать, да. Вот. Дальше. Еще очень важно, очень важно, когда вы принимаете пищу, как это правильно делать. Допустим, у меня сегодня, если взять, скажем, мусс из тунны, да, из-за тунца, ну, или неважно, любую еду, я могу съесть примерно около от 4 до 6 ложек еды. Причем без горки, да, вот это вот мое количество еды. Я беру ложку, начинаю ее жевать, неважно, это жидкое, не жидкое, я жую, 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 пока оно практически само не проходит. Жду. 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 Если переесть, то сразу можно бежать в туалет и пугать белого коня, да. Сразу может быть и рвотный инстинкт, поэтому надо кушать медленно и смаковать. Когда чувствуете, что где-то вот в районе груди, вот здесь чуть-чуть у вас есть небольшая боль, прекращайте. Кстати, те, кто сделал резекцию желудка, мой такой советик, если вы это сделали, как знать, что вы уже наелись. У очень многих это происходит, почти у всех, кого я знаю, простите. Когда вы кушаете и принимаете пищу, вы видите, что у вас уже, у вас идет износа не сопли, а жидкость. Вот как только вы чувствуете, что у вас есть жидкость износа, вы не просто уже переехали, если вы вилку или ложку несете к рту, вы ее кидаете и больше не кушаете. Все, вы наелись. Потому что у вас желудок больше, чем у тех, кто сделали шунтирование. Естественно, все равно сигнал до головного мозга доходит очень медленно, пока вы кушаете или вы уже сыт. Теперь, по поводу пищи. Мы кушаем каждые два с половиной, три часа, даже при том, что мы не хотим. Зачем? Чтобы организм работал, механизм работал. Чем очень примечательны вот это вот с двух недель до месяца. С двух недель до месяца мы начинаем кушать еду, которую мы не ели. Дам, к примеру, я очень люблю патиссончики. Вот, патиссончики. Я купил, я хотел попробовать, получится у меня или не получится. В мешках я знаю, что получится. Я беру патиссончик, делю его на 3-4 части, беру кусочек, ем и жду. Если у меня появляется в районе живота грудинный дискомфорт, я его просто не ем. Я вижу, я взял кусочек, я его переживал хорошо, я съел, подождал минуты 3-5, он прошел, я добил остальное. Также проверяем мы, что мы можем. То же самое, я стал проверять буквально три тому назад. Купил рыбу соломона, поставил ее в духовку, поджарил чуть-чуть, поджарил, ну, в духовке, как правильно сказать, не знаю, извините. И все. И стал потихонечку есть. Естественно, что я не съел ее, да, полностью. То есть, я кусочек этот один, я его физически не могу даже за три раза съесть. Вот тут, как в магазине продают порезанную на куски, вот мне, хватило я каждую трапезу, ел примерно четверть. Вот четверть, да, вот это вот мое количество еды, что я могу есть. Причем я не голодный, мне вот так вот, мне классно. Вот вы можете потихонечку, потихонечку приучать. Теперь, после любой бариатрической операции, вы обязаны принимать витамины. Какие витамины, я хочу отделить это видео от другого, я расскажу об этом в следующем видео. Эти витамины нам очень нужны, я вам подскажу, как можно сэкономить и расскажу, как экономлю на этом я. Потому что витамины, в принципе, хорошие, они очень дорогие, но есть патент получить скидку и взять их дешевле. И ждите следующего видео, с вами был Женок из Израиля, всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok